Кто думает, что постиг всё, ничего не знает. Привет, меня зовут Даша. И чего-то захотелось мне рассказать о ситуациях, которые происходят у всех. Ситуация, которая ставит тебя в неловкое положение. Но они такие немножко забайки, я, надеюсь, я не ошибаюсь, если думаю, что кому-то это может быть интересно. Конечно, так сказать, скопище таких ситуаций было у меня, когда я ездила в Египет. Начнём с селения в отель. Я никогда не жила в отеле, исключая тот случай, когда мы с мамой ездили в Сочте по покровской путёвке. Но это было где-то в 96-м, в общем, где-то там. И мне на ресепшене выдают... А носильщик куда-то унёсся. Ну, дугой там, который тоже заселялась, вещи его утащил. Мне на ресепшене выдают ключ с брелком, с названием номера, и какую-то карточку. Ну, всё это вместе скреплено, связка такая. Я, значит, не дожидаясь носильщика ума палата, поднеслась в номер, открываю, захожу, включаю свет. А там ещё, когда заходишь, такая щель вставлять. Захожу, включаю свет. Не включается. Я такая, так, прикольно. Думаю, может, я ли виновата, сую в неё эту штуку, на которой написан номер. Ничего. Я возвращаюсь на ресепшен, говорю, у меня не работает свет. Ну, на ломаном английском. Он и так ещё сейчас всё будет. У него в этой сточке, за которой он сидит, тоже есть такая щель. Он в неё пускает эту штуку, вытаскивает, подаёт мне, говорит, окей. Я говорю, теперь будет работать? Он такой, да-да, окей, окей. Ладно, я понеслась. Опять открывает номер. Опять не работает всё, я думаю. Да что ж это такое? Возвращается ресепшен, объясняет ситуацию. Тут возвращается насильщик. Менеджер, или как он там обзывается, говорит насильщику, пройди с дамой, покажи. Тут идёт. В общем, я не ту карточку в эту щель рисовала. Надо было другую. Он засунулся, я включил всё, мне показал, ушёл. Получив чаевые. Силу доллар, да. Да, то есть, я прям себя чувствовала дура-дурой. Вообще, ну как. Да, неловкая ситуация. Потом ещё был случай, так, по мелочи, когда я тогда была, как бы, с домами была в проект. Соответственно, я и стройненькая была. И тут я захожу в магазин, а кто не знает, там принято, когда покупатель предлагает напитки, какие-то там, газировку, чай, кофе, бесплатно. Мне предлагают, что напитки, я говорю, ну типа, что да, чай, тот какой, чёрный, зелёный, там, каркаде. Я говорю, красный, каркаде. Я его уже пробовала в Египте, мне безумно понравилось, поэтому просилила. И он так на меня смотрит, потом пускает взгляд на жилу, говорит, беременная. Я так оскорбилась. Думаю, ё-моё, ещё похоже на беременную. В общем, как выяснилось позже, красный, каркаде. Ну да, этот чай, он очень полезен при беременности. Его там просто литрами пьют при беременности. Но это я потом уже узнала, сначала мне так обидно стало. Ну и ещё хочу рассказать два случая. У нас салон был такой юморист, который именно вот пока её вывозил. Когда наш автобус ехал через мост, который над Нилом раскинут, он нам рассказывает, что лень, лень в Египте, стародавние времена, значит, жертвы, то ли богу Нила, выбирали самую красивую девушку и, значит, скидывали. И шутит. Обратно поедем, выберем самую красивую девушку в автобус и тоже скинем. Ну, мне же нужно высунуться. Тем более такой симпатичненький был. И говорю такая, я согласна. Ну, значит, автобус похихикал, этот тоже хихикнул, сказал, говорит, тогда вот Нилом двух девушек. Вот это был номер. Зачем это он мне ставит на плату Гизу? Может, мне кто-то сможет что-то сказать на эту тему, потому что я до сих пор затрагована. Зачем это? А он меня подводил к какому-то старому-старому очень человеку. Веку на это ему все 160 лет. Прямо меня отдельно, прям показал. Вот девушка, о которой я говорил. Я такая стою, думаю, не поняла. Зачем он мне кому-то говорил? Ну, тот на меня посмотрел и говорит, никогда не распаляйся в своей любви, ну, куда попало. Значит, ну, как бы у тебя любовь, и очень сильно не надо ей распрасываться. Я еще так стою, думаю. Я вроде как однолюбка, не гулящая. Значит, так озадачилась, думаю, к чему было мне это. Я вот до сих пор не знаю, что это вообще было. Ну, вернемся к ситуациям смущающим. Я скажу последнюю. Тут уже мои знания сделали мне каку. В Александре уже другой экскурсовод показывает нам амфитеатр уже греческих времен. Ну, начали сказки «Картуши». И я там стою в столбе других туристов. Я купила серебряный «Картуши» в Египте, сувенир. Ну, он у меня показывает. Ты знаешь, как называется подвеска? А, нет, запоминаю формулировку. Ты знаешь, как древние египтяне называли этот «Картуши». Я говорю, нет, не знаю. Он такой говорит, как ты можешь носить то, что даже не знаешь, как называется. И объясняет мне, как полуумный. С тоном такого мудреца. Значит, это называется, мол, «Картуши». И на нем фараоны в Григоровле писали, в общем, свое имя. Я уже не стала поправлять и говорить ей, что имя «Картуши» ему придумали Францу, за времен Наполеона Бонапарта, за то, что он схож с пулей, который носит название «Картуши». Потому что вот за это сходство и... А вот как древние египтяне называли его, я не знаю. Вот, так что на этом все. Мира вам и в душу, и в мир окружающим. Полезная штука. Пока.